Друзья, всем привет и добро пожаловать на мобильную игру Disney Arena. Вот несколько подписчиков писали, что вышла эта замечательная игра. Итак, давайте-ка вместе потестим и посмотрим, что она из себя представляет. Итак, это игра в режиме PvP. Вот в реальном времени будем сражаться с другими игроками. Ну а пока давайте-ка посмотрим, что здесь за видеоролик. Итак, есть вот такая вот Ариэль, есть куча волшебников, есть куча других персонажей, с которых мы и будем играть. Итак, ну я так понимаю, друзья, это самое начало игры. Сейчас должно пройти обучение. Вот подключаемся к PlayMarket. Вот нам предлагают подключиться. Ну давайте-ка, друзья, я пока потестю, сыграю как гость и посмотрим, что из этого получится. Пошла загрузка. Вот, честно говоря, немножко долго загружается. Я надеялся, что это будет все побыстрее. Тем не менее, вот пошло подключение. Итак, ну что ж, начнем. Начнем. Итак, мастер, волшебник, искал сильных заклинателей. Вы сделали первый шаг к тому, чтобы показать, на что вы способны. Добро пожаловать в игру. Вот, Disney Arena. Начало время пройти первые испытания. Продолжить. Итак, первые испытания. Вот. Итак, Ариэль против вражеских персонажей. У персонажей много различных способностей на выбор. Примите базовую способность юного волшебника Мики. Итак, что же делает Мики? Он швыряет энергетическую сферу. Примените базовую способность Ариэль. Итак, Ариэль стреляет из волшебного трезубца. Когда у вас атакует, ваше здоровье снижается. Используйте способность Ариэль исцелять, чтобы ваши союзники не убили. И тогда Ариэль исцеляет себя и своего напарника. Используйте эту способность, чтобы охватить всех оставшихся союзников. Итак, ого, ничего себе, какая крутая массовая атака Микки Мауса. Кстати, это было круто. Вот победа. Вот хороший бой, хороший результат. И мы идем с вами дальше. Итак, победа в боях. Ключ к становлению мастерства волшебника. Супер. Ну что ж, друзья, жду от вас отзывов в комментариях. Понравилась ли вам игра и стоит ли снимать продолжение. В магазине вы можете обменять свои награды на мощных персонажей. Итак, друзья, нам предлагают добыть какого-то персонажа из сундука. Давайте-ка мы откроем, посмотрим, кого нам дадут. Итак, вот какая-то карта. И, друзья, у нас появился новый персонаж. У нас появился новый персонаж. Отлично. Итак, вы собрали достаточно жетонов персонажа, чтобы разблокировать Салли. Вот Салли есть. А где же Бу? Ну, без Бу. Будем пока так. Итак, открываем Салли. Отлично. Итак, нам предлагают вернуться назад в дом. Ну что ж, давайте-ка мы вернемся и посмотрим, что будет дальше. И да, нам предлагают пойти в бой. Итак, Великая Компания. Жмем. И что же. И да, мы начинаем идти в бой. Ох, как здорово. Итак, есть у нас 8 единиц энергии. Давайте-ка мы нажмем и попробуем пройти данную миссию. Так, что здесь идет? Вот, кстати, красивые планы. Вот куча каких-то гиен, против которых и будем сражаться. Ну что ж, давайте-ка... Кстати, да, мы можем переключаться на противников. Давайте-ка мы при помощи особой атаки Микки Мауса попробуем атаковать. Вот, кстати, подсказка. Нажми и удерживай значок способностей, чтобы открыть дополнительные сведения. Для продолжения нажмите в любом месте. Итак, друзья, игра начинает мне напоминать черепашек-ниндзя. Итак, лучшая страшилка получает возможность дразнить в течение одного хода. Наносит 40 единиц урона всем соперникам. 30 шансов увеличить страх на 2 хода. Итак, Салли кричит, пугает вражеский гиен. Салли получил способность дразнить. Супер. Итак, друзья, здорово. Вот, привлекает внимание к себе. Гиены атакуют Салли. Ну а если сейчас будет возможность, я попробую еще использовать массовую атаку Микки Мауса. Но пока давайте-ка я подлечу наш отряд. Вот. Классная все-таки способность у Ариэль. И Микки Маус, используя выход, выжигает оставшийся гет. Ох, ничего себе. И теперь нужно будет сражаться против Шархана. Круто. Я думал, друзья, будет одна волна. Нет, здесь оказывается несколько волн. Сейчас во второй попытаемся вот слопать Шархана. И он здорово царапает нашего Салли. Ничего себе. Вредные обезьяны восстанавливают здоровое. Нажми на персонажа поддержки, чтобы отметить его. Избавьтесь от персонажей поддержки, чтобы они перестали лечить Шархана. Вот, кстати, хорошая идея. Вот давайте-ка мы уничтожим эту обезьяну. И тогда у нас все будет здорово. Есть. Обезьяну лекаря нам удалось уничтожить. А теперь пытаемся запинать Шархана. Вот для этого Микки Маус стреляет огненной фея сферой. Ариэль помогает. И Салли пытается добить. Вот Шархан выживает. Ничего себе, что это было. Что это было? Особая атака. Он прячется в кустах. Но Микки Маус добивает противника. И это приносит нам победу. Здорово. Ну что ж, все больше и больше нравятся, друзья, мне эти герои. Итак, мы достигли второго уровня. Максимальный уровень энергии увеличен до 62 единиц. Вот. И мы продолжаем игру. Отлично. Итак, друзья, жду от вас отзывов в комментариях. Понравилась ли игра и стоит ли снимать продолжение. Ну, а у нас ваш уровень игрока повысился. По мере повышения уровня вам станут доступны новые функции и режимы игры. Отлично. Итак, предлагает нам зайти в коллекцию. Но в нашей коллекции, скорее всего, всего несколько персонажей. Да. Смотрите. Ариэль, Салли и Микки Маус. Ох, сколько здесь всевозможных героев. Ну, давайте-ка я пока усилие нашего Микки Мауса. Я так понимаю. Да. Мы можем повысить его уровень. До второго. Вот. Продолжаем. При повышении уровня увеличиваются силы, благодаря которой можно нанести больше урона соперников. Отлично. Вот. Ежедневные задания. Подсказки. Выполнять те ежедневные задания, чтобы получить ценные награды. Ну, что ж. Великолепно. Итак. Вас ждет волшебная награда. Магические начала. Завершите бой в Великой Компании. Итак, давайте-ка мы приступим. Получим награды. Ага. Нам предлагают, друзья, еще пойти в бой. Ну, без проблем. Давайте-ка пойдем в следующее сражение. Итак. 8 единиц нужно для следующей битвы. Я так понимаю, друзья, что мы идем сейчас в Компанию. Мы идем сейчас в Компанию. Историю. Вот. Итак. Ариэль, Салли и Микки Маус против каких-то крокодилов с топорами. И да. Я обратил внимание, что здесь тоже две волны. Вот. И сразу же мы используем массовую атаку Микки Мауса. Вот. Отлично. Выжигает большую часть здоровья. Вот. Вражеские герои. Вот. И еще одна массовая атака от Салли. Итак. Мы добиваем без проблем первую волну. Хотя, друзья, возможно, это была ошибка. И обратите внимание, у врагов есть лучники. Вот. Давайте-ка я попробую выбить лучника в первую очередь. Вот. Пока как-то так. Да. Отлично. Одного лучника удалось запинать. Вот. Враги обстреливают наших героев. Ага. Вредный носорог привлек к себе внимание. И вынуждает Салли атаковать. Да и остальные герои тоже вынуждены атаковать носорога. Отлично. Удалось запинать врага. Вот. Нет смысла, мне кажется, лечить. Мы без проблем добьем оставшихся врагов. Да. Это победа. Хороши. Хороши наши герои. Ну что ж. Просто супер. Итак. Идеальная победа. Три звездочки. Хороший результат. И мы идем с вами дальше. Итак. Ну. Доступно новые заклинания. Магический метеор. И интересно для кого. Вы заработали достаточно жетонов, чтобы открыть свои первые заклинания. Вот. Давайте-ка мы его откроем. Заклинание магический метеор наносит разрушительный урон. И может изменить ход битвы. Я вообще, друзья, не понял, где этот метеор применяться. Но надеюсь, что сейчас следующие битвы нам объяснят. Возможно, друзья, это отдельные заклинания. Заклинания вне зависимости от героев. Итак. Пошла очередная загрузка. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из себя будет представлять данная игра. Итак. Очередная куча врагов. Вот. Вы открыли заклинание магический метеор. Заклинание заряжается во время боя. И могут использоваться для создания разрушительных эффектов. Нажмите на экран для продолжения. Ага. Вот он. Вот он метеор. Ну что ж. Давайте-ка пока попробуем запинать носорога. И, друзья, обратите внимание, здесь целых три волны. Три волны, прежде чем мы сумеем победить врага. Ничего себе. Выжил. Выжил носорог. Но все же нам удалось его допинать. Отлично. И да, друзья. Заклинание метеор готово. Готово к активации. Итак. Сбрасываем на голову врага. И первой же атакой уничтожили всех противников. А вот теперь уже битва с боссом. Вот какой-то шанью. Вот не помню из какого мультика. Ну пока давайте-ка применим массовую атаку Салли. Итак, кричит. Он пугает бандита. Тут выживает. Еще одна массовая атака от Микки Мауса. Вот. И добиваем последнего из напарников бандитов. Вот. Остался только шалию. По-моему, так было название данного бандита. Ну что ж. Будем пинать чем есть. Итак, Салли немножко снимает его жизни. Микки Маус швыряется огненной сферой. А Ариэль поджаривает при помощи трезубца. Вот. Продолжает атаковать противник. Но в свою очередь Салли наносит тоже мощный удар. Вот. Микки Маус пытается добить врага. Ой-ой-ой. Досталось бедняжке Ариэль. Но мы можем восстановить здоровье. Вот. И теперь, надеюсь, Салли нанесет финальный удар. Да. Это победа. Враг повержен. И наши герои празднуют победу. Все-таки здорово, что у нашей Ариэль есть крутой трезубец. Хотя, вспоминаем по мультик, трезубец был у отца. У него его не было. Итак, вы получили заколдованный предмет снаряжения. И куда же его использовать? Итак, коллекция. Вот. Ага. Мы, оказывается, можем еще навешивать на наших героев всевозможные предметы. Вот. Экипировать. Не понял я что. Мы можем экипировать на нашего героя. Вот. Итак, снаряжение повышает силу персонажа и открывает новые способности. Собирайте снаряжение, выполняя задания и участвуя в боях. Вот. Частица огня. Вот, честно говоря, я не понял, где это снаряжение. Но как-то удалось его сделать. Итак. Юный волшебник получил постоянное повышение параметров. Не забудьте взять его в следующий бой. Отлично. Ну, пока у нас Микки Маус, я так понимаю, самый крутой. И мы переходим к следующему сражению. Следующий бой. Вот. Друзья, честно говоря, удивляет. Что пока все идет здорово. Но, скорее всего, это у нас обучение. Поэтому все так легко. Дальше будет посложнее. И так падают карты. И мы вызывает наших героев. И так враг становится все прикольнее, все интереснее. Вот. Я пока, друзья, придержу массовую атаку. Давайте-ка мы попробуем выбить этого малыша. Выстреляет Микки Маус. Ох, как круто. Я, смотрите, сколько здорово противник нанес повреждения. Но нам удалось выбить малыша. А теперь давайте-ка попробуем справиться с этим пиратом. Ли это горбун. Что-то я, честно говоря, не понял. Вот. Но нам удается его выбивать без проблем. Вот. Появился более жесткий противник. Но, возможно, Сали и Бу. И сейчас их испугает. Привлечет внимание в себе. Кстати, здорово, что мы это сделали. Потому что здоровье Риаль меня напрягало. И да, есть возможность бросить на голову врагов Легионой Метеор. И тем самым мы побеждаем. Уничтожаем без проблем всех врагов. Кстати, это было круто, здорово. Ну что ж, идеальная победа на 3 звездочки. Хороший результат. Вот подсказка. Откройте новые способности. Экипировал персонажа всеми доступными заколдованными предметами. А где же нам брать эти предметы? Вот. Кстати, мы можем повысить уровень Ариэль. Вот. Или нет? Нет, не похоже. Ага, вот, друзья. Предлагают экипировать на Ариэль. Экипировать все. Ну, давайте-ка мы как-то попробуем. И Ариэль готова повысить класс. Вот. Повышение класса. Отлично. И что? Это все? Вот, честно говоря, друзья, я не понял, как нам... Да, давайте-ка еще повысим уровень. Ого, ничего себе. Ну, как-то так, друзья. Нам удалось повысить и уровень Ариэль и повысить классное ее снаряжение. Вот. Я не совсем понял, как это сработало. Но будем постепенно разбираться. Итак, давайте-ка я возвращусь домой. Вот. Итак. У Ариэль новая способность. Мощный электрический ток. Вступите в бой и опробуйте его на парочке врагов. Ага. Вот, оказывается, друзья, как прикольно. Оказывается, мы можем... Кроме того, у нас будут добавляться с развитием героя новые удары. Итак, в бой. Скорее всего, у Ариэль уже будет три способности, которые мы сможем использовать в бою. Интересно, это максимум или будет еще? Да, друзья, вот пишите в отзывах, комментариях, кто уже играл эту игру. Ну, а мы пока пытаемся использовать массовый атак у Микки Мауса. Отлично. Ох, ничего себе, сколько он нанес повреждения одной атакой. И Сали и Бу добивает врагов. Просто великолепно. Ну, с первой волной мы справились, шутя. И да, друзья, нажмите, чтобы использовать новую способность Ариэль Электрический Ток. Вот, поджар... Ох, ничего себе, вы видели, какая крутая мощная атака. С первого удара уничтожает противника. Итак, золотая шкала представляет собой спидометр. Когда шкала заполнена, персонаж может выполнить следующую атаку. Вот, и так, а где у нас золотая шкала? Ага, вот, вот, золотая шкала Метеора, наверное. А нет, под Ариэль. Под Ариэль и под Микки Маусом. Итак, будьте в курсе следующих действий ваших персонажей. Расширил очередной ход. Вот, нам предлагают нажать на Микки Мауса. Вот, ну, а можем ли мы менять? Не можем. Ага, нет, можем или не можем? Ну, честно говоря, не понял, еще не разобрался. Итак, давайте-ка, вот, используем атаку. Вот, можем, кстати, добить его Метеором, либо ударом Салли. Вот, в принципе, разницы нет, пусть Салли добивает. Да. Итак, друзья, это победа. Это победа, хороший бой, хороший результат. Ну, просто великолепно. Итак, вы заработали достаточно жетонов персонажа, чтобы открыть капитана Крюка. Здорово. Ну, что ж, еще один персонаж. Не помешает нашей коллекции. И так, используйте жетоны персонажа, которые вы заработали в бою, чтобы открыть капитана Крюка. Итак, вот так круто выглядит герой. Давайте-ка мы его откроем. Отлично. Вот, можем ли мы ему повысить уровень? Да, можем. Итак, капитан Крюк переходит на новый уровень. Предлагает нам что-то экипировать. Ну, экипируем все. Ну, пока как-то так. Вот, ну, что ж, друзья, очередной герой в нашей коллекции. Уже 4 героя. Итак, капитан Крюк, атакующий персонаж. Вступите в следующий бой, чтобы победить Дэвид Джонса. Ну, что ж, попробуем, потестим и этого героя. И посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, как видите, здесь куча компаний. Великая компания. Компания героев. Компания злодеев. И Рена ПВП. Ну, другие режимы пока у нас закрыты. Пока мы проходим с вами великую компанию. Итак, победите Дэвид Джонса, чтобы открыть призовой сундук в конце уровня. Ну, что ж, замечательно. Итак, это, это вот пират. Попробуем с ним сразиться. Итак, нам нужно 8 единиц энергии. Вот, интересно, кстати, в призовом сундуке, скорее всего, тоже будет какой-то интересный персонаж. Вот, надеюсь, что-то крутое нам попадется. Итак, что у нас делается? Наша команда. Вот вражеская команда. И здесь будет целых 3 волны. Вот массовые атаки я пока приберегу. Давайте-ка мы в обычном режиме попробуем выбить вот этих врагов. И да, друзья, вот атакующая способность капитана Крюка. Ударом своей сабли он добил противника. Вот, тем временем Салли атакует, снимает еще часть жизни. Вот, и надеюсь, вот выстрел энергетического трезубца вот без проблем добьет противника. Есть, отлично. А вот сейчас я уже попробую массовую атаку, хотя меня удивило. Я рассчитывал во второй волне более серьезного противника. Кстати, используем... Ага, смотрите, вторая способность капитана Крюка. Он бросил подарок, в котором оказалась бомба. Отлично. Вот удивило, друзья. Удивило, враг оказался сильнее, чем я рассчитывал. Тем не менее, вторую волну мы сметаем без проблем. Итак, Дидэвид Джонс, встреча с боссом. И здорово, друзья, что я сэкономил массовых атак. Вот, тем не менее, будем как-то сейчас пытаться выбивать этих медуз понемножку. Вот, все оказалось круче, чем я думал. Ну что ж, ничего страшного. Итак, ударом своей с шпаги. Вот, нам удалось выбить очередную медузу. И да, ничего себе, капитан Джонс призывает еще и других пиратов. Медуза стреляет электричеством. Это уже не здорово. Но Салли и Бо используют массовый урон. Вот, привлекает внимание к себе. К сожалению, Микки Маус не может сейчас сделать массовой атаки. Что ж, ничего страшного. Давайте-ка добивать медуз. Вот, есть возможность капитану Крюк уничтожить очередного противника. Отлично. Ох-ох-ох. Итак, пираты атакуют. Вражеский босс наносит повреждения. Итак, я могу сбросить на головы врагов огромный метеор. Давайте-ка мы это проделаем. Отлично. Ох, ничего себе. Все медузы расплющены. Ну, а я тем временем, вот, при помощи Тезубца пытаюсь, вот, добить баражеского босса. Итак, все идет неплохо. Вот, еще одна массовая атака. И, вот, добивает противника при помощи, вот, взрывной коробки. Супер. Итак, да, друзья, у нас награда какой-то сундук мертвеца. Вот, как нам его забрать? Ага, друзья, его надо атаковать. Сундук мертвеца. По истечении строкодействия воскрешает Дэвид Джонса. Ага, его, оказывается, друзья, нужно уничтожить. Да, это победа. Это победа. Вот, супер. Вот, какая, оказывается, фишка есть. Итак, да, друзья, мы достигли третьего уровня. Вот, максимальный уровень энергии увеличен до 63. И у нас новинка открыть сундук что-то такое было. Итак, продолжаем. Мастер волшебник доволен вашими успехами в великой компании. Вот, и так, где же наша награда? Вот он, вот он, друзья. Сундук в конце каждого этапа вас ожидает фантастические призы. Получите свою награду. Итак, получить. Вот, ну, скорее всего, я думаю, здесь будет какой-то крутой персонаж. Неужели целая куча персонажей? Итак, открываем. Фея Динь-Динь. Вот, снаряжение повышения уровня. Да, друзья, у нас есть еще очередной герой. Итак, 15 тысяч монет. Просто великолепно. И еще один персонаж. Итак, Динь-Динь, я понял. Это у нас Жасмин с Тигром. А вот этого героя я не помню. Это, по-моему, из мультика Король Лама. Вот не помню просто, как его зовут. Ну, что ж, просто супер. Итак, друзья, у нас уже целая куча новых персонажей. Вы достигли третьего уровня. Получайте возможность участвовать в событиях. Вы готовы к событию Неграненный Алмаз. В принципе, друзья, вот мы готовы. Но, опять же, не хотел бы вас утомлять длинным видео. Тем не менее, обучений оказалось здесь больше, чем я рассчитывал. Итак, друзья, нам предлагают еще вот нажать на событие. Итак, примите участие в событии Неграненный Алмаз, чтобы открыть Алладина. Конечно же, это было бы здорово. Давайте-ка я попробую это сделать. И, главное, друзья, я надеюсь, что игра вам понравится. Вот нам удалось взять целую кучу монеток. Пока непонятно, для чего они нужны. Но, со временем, я надеюсь, разберемся. Итак, пошел вот такой вот, опять же, новая битва. Ох-ох-ох-ох-ох. Друзья, а почему нам не дало выбрать героев? Я, честно говоря, не понял. Ну, а пока давайте-ка выбивать этих змей. Итак, Крюк атакует, пытаясь уничтожить одну змею. И есть, Микки Маус, используя массовую атаку, выбивает одну змею. Другим тоже досталось. Змея продолжает атаковать. Но ударом своего кулака Салли и Бу пытался уничтожить. Не получилось. Ну, пусть Ариэль добивает. Отлично. Итак, последнюю змею пытается подорвать Капитан Крюк. Вот, все у нас здорово получилось. Следующая, следующая волна. И здесь целая куча змей. Ох-ох-ох-ох. Смотрите, что они делают. Как они круто заплевали Капитана Крюка. Его жизнь уже в красной зоне. Вот Салли и Бу что-то кричит. Вот, пытаясь наложить негативные эффекты. Но я сбрасываю на головы врагу огромный метеор и добиваю вражеских змей. Ну вот, победа. Победа. Враг уничтожен. Победа на 3 звездочки. Итак, друзья. Честно говоря, я не совсем понял, как мне выбирать героя. Но, думаю, сейчас разберемся. Итак, вы заработали достаточно жетонов, чтобы открыть Аладдина. И это супер. Вот он, друзья. Вот он, новый герой. Аладдин в нашем списке. Отлично. Итак, мы можем его экипировать. Мы можем ему повысить уровень. Давайте-ка я это проделаю. Ничего себе. Мы можем даже прокачать его до третьего уровня. Вот только стоит ли это делать? Вот я без понятия. Ага, друзья. Нам еще и предлагают поменять имя. Конечно же, мы нажмем мобильные игры. Итак, мобильные игры. И так и будем играть в следующих сериях, если, конечно же, игра вам понравится. Итак, вступите в следующий бой. Добавим Аладдина в команду. Да, вот, друзья. Итак, это все было еще обучение. Давайте-ка мы вступим в бой и добавим Аладдина. Сразитесь с противниками в сокровищнице, чтобы собрать больше шитонов Аладдина. Итак, рекомендовано. Вот. Итак, по-моему, друзья, у меня автоматически добавился Аладдин. Да, 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 да. Вот Аладдин. А как и где другие герои выбирать? Мы же здесь в списке выбрали Аладдин и там другие герои. Вот. Где же Жасмин? Возможно, друзья, это были только кусочки, не полные персонажи. Ну, я пока постепенно буду с вами разбираться. Пока давайте-ка проходить эту кампанию. И вместе посмотрим, что из себя представляет дальше данная игра. Итак, противник все круче, все сильнее. И я тестю сейчас Аладдина. Удар клинка. Вот. Снимает часть жизни с этой обезьяны. Вот. Пытаюсь протестить массовую атаку от Микки Мауса, что здорово. Вот. Помогает. Капитан Крюк все-таки добивает обезьянок с кристаллом. Змеи плюются ядом. А вот Сали пытается добить очередного противника. Как-то неудачно. Как-то неудачно. Ничего страшного. Итак, Ариэль добивает змею. А Аладдин наносит мощнейший удар мечом сверху. Да, без проблем уничтожая и этого противника. Переходим к следующей волне. И здесь уже враг покруче. Кстати, что делает эта обезьяна? Наверное, она будет шевеляться этими камнями. Ну, давайте-ка я пока попробую выбивать змей. Посмотрим, что делает обезьяна. Ага. Обезьяна это целитель. Что ж, без проблем. Переключаемся на исцеление. Капитану Крюку удалось выбить целителя. А Сали использует массовую атаку. Кричит. Налаживает на врагов негативный эффект. Уменьшая их здоровье. Отлично. И я их добиваю, просто сбросив на головы вражеских змей огромный ледяной метеор. Это победа. Ну что ж, здорово, друзья. Итак, мы разобрались немножко в этой игре. Мы достигли четвертого уровня. Просто супер. Вот. Ну, и давайте-ка посмотрим, что там дальше. Итак, следующий бой будет жестоким. Выполняйте ежедневные задания, чтобы усилить свою команду. Что ж, друзья. Я буду выполнять ежедневные задания. Вот. Магическое начало. Завершите 6 боев в Великой Пампании. И мы получаем награды. Вы завершили подготовку. Вы получаете ежедневные задания. Выполняйте ежедневные задания, чтобы повысить уровень и открыть новые режимы игры. Что ж, здорово, друзья. Итак, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Понравилась, не понравилась ли вам игра. Стоит ли снимать продолжение. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте правом верхнем углу на колокольчик. Вот. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч.